Водители, которые многократно нарушили ПДД, предлагают лишать прав. С такой инициативой выступили молодые алтайские парламентарии. По их мнению, лишение прав на вождение – хорошая профилактика аварий со смертельным исходом. Допустимый предел для автомобилистов решили депутаты – 7 правонарушений в год. Среди них – превышение скорости, проезд на красный, через двойную сплошную и выезд на встречную полосу. Тот водитель, который это делает раз, у него становится эта система. Когда это становится системой, это приводит к уже доказанным серьезным дорожно-транспортным происшествиям. Поэтому, если есть водители, у которых по 12, по 20 таких за год. Парламентарии идею одобрили. Следующий этап ее рассмотрения – молодежный парламент при Госдуме. Другой вопрос, рассмотренный молодыми депутатами – изменения в положении структуры молодежного парламента края. Так, участники проголосовали за то, чтобы в конкурсную комиссию вошли представители всех политических фракций. При этом число парламентариев, прошедших по конкурсному отбору, будет увеличено. Сейчас их 10. Еще одна обсуждаемая тема – электронные сигареты. Парламентарии поддержали идею об ограничении их продажи несовершеннолетним и введении штрафов для организации, которые нарушат запрет. Разработчик инициативы Иван Субачев подчеркнул – эту идею в Госдуме обсуждали еще год назад, но до сих пор нет четкого решения по дымному вопросу. Юные депутаты войдут в рабочую группу АКЗС по разработке законопроекта. Мы проехали почти весь край. И даже в отдаленных муниципальных образованиях Алтайского края мы можем заметить детей, именно несовершеннолетних школьников, которые стоят с данными устройствами и употребляют. Если это дошло уже до отдаленных муниципальных образований, то про город, я думаю, говорить не стоит.